мой рисунок из пейзажей разрушают вандалы мой рисунок антивоенный разрушают вандалы мой рисунок против войны разрушают вандалы надеюсь он останется у кого-то в сердце надеюсь он останется в твоем сердце навсегда даже после того как он умрет как иисус христос он останется в сердце навсегда повлияет на ход событий на ход событий повлияет я надеюсь надежды мало короче у меня здесь нету наждачки поэтому придется в такой фигме рисовать хотя лучше рисовать потому что на меня накричат мой рисунок разрушают вандалы мой рисунок разрушают вандалы антивоенный рисунок разрушают зачем вы это делаете я не понимаю ну и пусть вас отправят на войну ну и пусть вас убьют на войне раз вы все разрушали все все что с я соседал так не ведали что творили когда вы вернетесь с войны кто-то жив кто-то будет мертв а кто-то искалечен вы посмотрите на этот рисунок и заплачете как я плакал вспомните мои слезы вы скажете он был прав этот парень жаль что мы были дураками мы считали его дураком и обзывали а он был прав не надо идти на войну не надо воевать не надо драться не надо убивать нужно ради кучки олигархов не нужно это это всего делать ради кучки чертовых банкиров олигархов и заинтересованных продажа оружия мы были неправы над ним смеялись его рисунки разрушали а теперь уже не вернуть назад утраченные здоровье и нервы пожалуйста помоги нам скажи что теперь я помогу вам но я уже буду мертвым времени потому что время будет суровая очень суровая будет тоталитарное время вам говорят о гитлере для того чтобы вы расслабились и думали что больше такого не повторится на самом деле мир уже настолько тоталитарен что гитлер просто в крову шляпу поднимает и говорит main respectable мы мы не понимаете что вы уже в капкане и не понимаете что такого тоталитаризма который сейчас и ближайшее время его такого аналогов даже еще не было в мире такое было разве тыс ты только тысячу лет назад и описывалась в апокалипсис последних временах когда эта система уже разрушалась я рассказываю это вам время рисования на знаю что я считаю что любовь это тоже самое что искусство я могу точно также заниматься любовью прямо сейчас здесь снимать это на видео и рассказывать вам это чтобы вы предпочли напишите в комментариях чтобы вы предпочли заниматься страстной любовью вы бы увидели что это не побои а поцелуи от моих губ так я целую свою девушку так я целовал свою девушку с такой страстью но сейчас я просто рисую я просто рисую и говорю вам некоторые вещи которые не расскажут в школах я рисую деревья они у меня очень плохо выходят потому что я их не вижу я вижу лишь оттенки я слепой художник если ты не знал об этом я не говорю это всем мало кто это знает именно это без разницы всем на разница талия на и динозе донать просвили на на пиво а меня осуждали меня никто не смотрит я сам в этом виноват не остался просто аутсайдером так должно было произойти мои просьбы на стене гугольком пишу в каком аутсайдар пожалуйста я городской художник нет очень одиноко пожалуйста помогите это все за так затирает парусы варварским способом может мне не нужно девушка из такого варварского мира где так жестоко поступают может не может они достойны того чтобы гитлер появился здесь но я не гитлер мне не хватит столько злобы даже если вы уничтожите все мои картины я просто скажу бог вам судья но в таких условиях именно и рождался рождаются жестокие диктаторы если вы не знали хотя вообще не в таких условиях вообще-то именно в таких не надо так жестоко с художником обращаться меня избил цыганин я просто забил на это потому что меня избили потом ты вместо помощи им просто пофиг не бьют того кого могут кто слабее кто сам к ним придет они общаются по скотски со всеми местные менты есть из них исключения но они не будут выделяться среди толпы белой вороной никто не хочет быть и знаешь что я не стал диктатором я просто никчемный художник я умру никем но утверждает что он не ненавидел мне что он якобы русских людей нормально к ним относится самом деле он называл их очень негативными словами русских людей нас это нормально мы его мы простим всех прощаем мы русские люди мы всех простим но только своих мы не прощаем бьем своим чтоб другие боялись это так я просто очень одинок я просто очень одинок нет подруг нет друзей это так к сожалению это так если у меня был друг и у меня было бы было бы что-то чтобы облегчило его страдания я бы дал ему это я бы дал ему это бесплатно и хоть и не один раз даже если бы он не страдал а просто я просто просто предложил если бы у меня был друг я бы дал ему помог ему найти девушку я бы помог быть не одиноким но таких друзей не было я бы помог найти работу хотя я сам не могу найти работу таких друзей не было такие точнее были сожалению я мои хорошо что я молился богу и нашел работодателя который добр ко мне хотя он военный и родился в деревне он должен быть очень закостенелым но он почему-то характером к это добрый я не знаю почему наверно бог так это что божество связанное с богом бог послал мне такого работодателя но может убить он в итоге меня кинет или причинит боль всякое может быть я могу надумать себя ну чего что он добрый но он действительно пока что добр ко мне очень там работают одни девушки за прилавком делают эту еду меня не возьмут даже если меня возьмут они меня заклюют потому что я слишком добрый для них они видят доброго человека и заклювивают его они считают это слабохарактерностью потому что это россия здесь так стройно они видят они бессознательно это будет делать они не виноваты в этом я тоже в детстве бессознательно мог что-то там делать в глубоком детстве но потом я решил что нельзя так делать как и мой отец решил что детовщина в армии это рабство и это нужно прекращать и он прекратил эту детовщину интересная вещь рассказал про армию что мне даже захотелось в армии все даже пожалел что в армии не служил я всего лишь глонок человека я всего лишь не знаю почему понравились мои ранние зарисовки примитивные может потому что они были легкие я умру в нищете никому это не важно это правда и это правда жизни никто в этом не виноват никто никто не виноват в этом никто не виноват только я и моя тревожность на и болезни жаль что я умру в нищете жаль что я не смог получить вашего образования за свои чувства справедливости я не хочу занимать часть этой системы быть одним из этой системы я не научусь рисовать вряд ли я научусь хоть чему-то уже сейчас у меня хорошее настроение просто послушай я просто рисую пейзаж я могу заниматься любовью потому что искусство и любовь это что-то общее и музыка думаю это так думаю это так я могу заниматься любовью и рассказывать всю эту дичь которую ты сейчас слышишь и офигеваешь наверное но я буду рассказывать более интересную дичь которая будет завораживать ты будешь засыпать под нее как будто бы отец тебе шепчет на ушко хочешь я буду шепчет на ушко I love you нет не хочешь ну тогда и не надо никому ничего здесь не надо никому ничего здесь не надо я разучился рисовать башню ксардоса рисую ее бесконечное количество раз представляешь такое бывает но что со мной случилось почему именно со мной что со мной случилось скажи мне друг я разучился рисовать башню ксардоса вдруг что же со мной случилось скажи пожалуйста почему я разучился рисовать башню ксардоса башню ксардоса башню ксардоса но постоянно получается у меня разная какая-то странная теперь получается скажи это похоже на башню ксардоса я думаю нет так так как быстренько щас как потому что уже темнее сейчас уже разрядится телефон и фотоаппарат видишь я уже маразматик все слова questa я ну а ты чем ну видишь я оступился если я сказал знаешь как школьники они сразу начинают издеваться угорает на это нормально Малейший промах, он издевается. Сказал что-то не то, патч показал. Лил Пип в семейных трусах выступает на этой. Никто над ним не угорает, им восхищается. Если ты выйдешь в семейных трусах выступать в России, над тобой будут угорать все. В чем ваша логика, ребята. Where is your mind? Where is your mind? Where is my mind? Хоже на зайца какого-то. Все фильмы, где мужчины избивают друг друга, это все пропаганда Ротшильда. Чтобы мужчины сокращать население мужчин, они это планомерно делают. Если ты обратишь внимание во всех фильмах, женщина бьет мужчину по щеке, а он извиняется и виновата, или наоборот за ней бегает. А также он избивает других мужчин, особенно ради женщины. Это самое благородное, что только он может сделать в своей жизни. Избить другого человека просто за то, что он немножко не так посмотрел на его женщину. Они моделируют ситуации такие идиотские, которые даже в жизни могут не происходить. Типа он крутой, он всех избил. На самом деле в реальной жизни они просто делают, чтобы сокращалось число мужчин. В реальной жизни он пойдет, даже если это прокачанный какой-то качок, а там такие простые ребята, они его могут избить. Он и забьет кого-нибудь очень сильно, его искалечат. Все. Минус два мужчины в рассвете сил, которых скоро государству придется платить налоги. А государству не придется платить налоги, потому что они умрут. Так бы государство утилизировало их разными способами. А так оно через фильмы утилизирует нас, мужчины. Любой фильм, где мужчины дерутся и избивают друг друга – это пропаганда, я считаю, и мхо. Это любая, это пропаганда. Ни один мужчина не должен другого наставлять пистолетом на голову и говорить, там, если ты не станешь, там, каким-нибудь хреном, если ты не сделаешь то-то, то-то, то ты, я тебя застрелю, там, как в этом фильме, чертова. Или избивать друг друга в подвале, или радоваться тому, что избит. Нет. Никто не должен это делать. Это пропаганда. Расфоршенная. Фильм, и этот фильм «Грязь», например, где он в конце себя убивает, это тоже пропаганда, все. Там они, правда, открыто показывают масонские общества, что они в масонском обществе. Но они как бы высмеивают это, но они показывают правду. Ну, там показан типичный мудак, который вместо того, чтобы помочь мужчине, какую-то херню придумывает. И он считает, что, короче, это фильм, я могу фильм вот так критиковать офигенно, со своей точки зрения, если кому-то интересно. Но никому не интересно. Мертвая интеллектуальная жизнь, я мертв тоже здесь. Если здесь все мертво, то я мертв. Если я в пустыне из тьмы, то мой голос во тьме. Понимаешь ли ты, братан? Ты слушаешь меня, но ты ненавидишь меня. Ты слушаешь меня, но ты лишь можешь избить меня. Потому что я слабее тебя. Или потому что у тебя ненависть. Я не хочу никого избивать, я просто хочу рисовать, заниматься любовью и рассказывать свои удивительные истории. Чтобы вы потешались надо мною. Да, потешайтесь надо мною, потешайтесь. Как потом все это реально произойдет. Ты спросишь, как ты относишься к Левашову? Да никак, я особо его не слушаю, мне интересно. Ой, к ним Левашову. Думаешь, не ли я Левашову начитался? Нет, ты ошибаешься. Блин, насколько мне одиноко, что даже не с кем поговорить. Любой, кто пропагандирует, что мужчина должен вести себя как альфач, других притеснять. Это враг, пропагандист, который на стороне не феминизма, а вообще разобщает мужчин. Мужчины должны друг друга поддерживать, как христиане. Как с христианской добротой должны друг к другу относиться, мужчины. Прощать друг друга, не материться друг на друга, не плевать друг при друге, ничего такого не делать. То, что нам навязывает государство и Жироселов, как его называл этот один блогер. Понятно. Хватит уже все этого. Я был дураком, я прошел через все это. Тот сам первый на меня начал оскорблять. Какая разница? Неважно, нужно простить. Нужно понять, что ты человек просто болен пропагандой. Где ему внушают, что ты должен унижать своего соперника. Если ты хочешь его девушку, ты должен его унижать. Типа, ты просто дурак, с промытым мозгом. Ты разрушаешь себя, свою жизнь. А девушка на ваших осколках, на ваших трупах напьется вашей крови. И дальше пойдет радостная. Именно так и будет. Именно так и было. Именно так и было, всегда и будет. И это не скрывается. Они потом будут уже буквально это показывать. Но вам хоть, боже, все божьи, роса. Хоть, хоть что делай, хочу, говори вам, без разницы. Нельзя смеяться на другим мужчине, которому издеваются женщины. Если вот этот Пиздяков, Позняков издевается от мужчины, но он специально хочет, чтобы унизить, чтобы тебе показать, что не надо быть таким, но ты не знаешь культуры страны, в которой ты родился. Или ты знаешь, но зачем ты издеваешься ради денег? Как Миганна Чешоу ради денег унижает мужчин, обзывает их, оскорбляет. Зачем без того несчастных мужчин, которых так государство и система замучила, зачем издеваться над ними? Не надо это делать. Мужчины должны относиться друг к другу с христианской добротой. Прощать друг другу слова, прощать друг друга. Не пить. Ну, либо если пьешь, то только так, ну так, чтобы, если это помогает тебе, ну мне лично это помогает проплакаться, я становлюсь более грустным. Но не для того, чтобы, ну не надо пить, чтобы быть агрессивным. Ну, я был агрессивным, когда я выпил, выпил, короче, какой-то дряни. Попробовал экспериментировать и обозревал. Только я был в Красноярске, где я там говорил, молитесь Богу всем подряд. И я стал агрессировать. И я это... Я просто показал ту часть своей личности ничтожной, которая есть. Я и не собираюсь это видео скрывать, удалять. Можете его как компромат использовать, мне пофиг. Да, я ничтожный такой вот урод. Агрессивный, да. Очень. Это правда. It's true. Пробую сейчас Хоринису нарисовать так в общих чертах. Я еще раз говорю, мужчины должны разговаривать друг с другом спокойно, без мата. Не плевать, когда находятся рядом друг с другом. Никак не провоцировать. В переписке, допустим, никогда мужчины не должны друг друга оскорблять. Ни в переписке, ни в реальной жизни. Никаким намеком не должны. Если стоят два мужчины, и женщина одному говорит, ты мужчина, а другому ничего не говорит, то они должны сказать, какого черта что ты несешь? Про какую-то малофью, про фигню, какой-то настоящий мужчина несешь. А он что, не настоящий мужчина, он родился мужчиной. Любой человек, любой, кто родился мужчиной, это мужчина. И он не должен ничего доказывать никому. Ни государству, ни женщине. Нельзя бить, чтобы мужчина бил другого мужчину. Нельзя. Если женщина унижает мужчину, то нужно, нужно, нельзя в травлю устраивать этому мужчине. Даже если он жалко выглядит. Это подло, и только подонки так делают. Короче. Только подонки так делают. Это нормально. Нужно относиться, чтобы мужчины относились к другу с христианской добродетельностью. Это очень невыгодно государству. Оно будет препятствовать этому больше всего. Если ты проверь, просто попробуй это сделать, реализовать. Государство сразу тебя закроет. Или как-то оно сразу оклеймит тебя всеми известными фразами. И женщинам скажет, как клейнить таких мужчин, которые относятся к друг другу с христианской добродетельностью. Которые не дерутся друг с другом. Которые не унижают друг друга. Которые нормально друг по-человечески разговаривают. Которые разбираются. Они по обезьяне визжат. Которые не провоцируют друг другу ни с...